И завершающая четвертая часть нашего обзора команд участников киевского мажора в составе с Ярославом Кузнецовым, Андреем Голубевым и Виталием Волчаем продолжаем. IG Vitality. Ребята, которые заняли неплохое место в рамках Dota Asia Championship и сейчас будут бороться на киевском мажоре. Заняли первое место в квалификациях китайского дивизиона. Виталий. Топ-4 на даке очень круто. Прям суперкруто. Хотя должны были они проигрывать у Вич и Гейминг Джей. Как бы это смешно сейчас не звучало. И занимать восьмая. И восьмая проигрывать было. На этом турнире пройти уже дальше первого раунда. Но я не верю, что это команда, которая претендует на топ-4. Но топ-8 это было бы неплохо. Безусловно, я считаю, что эта команда должна победить в топ-8. Просто потому, что мне тяжело представить здесь 8 команд, которые сильнее IG Vitality. IG Vitality как раз должны быть в топ-8. А дальше, я считаю, что на самом деле те команды, которые на топ-8 претендуют, каждый из них может и выиграть. Ну, потому что от топ-8 до топ-1 это не так много. Ты выиграл одну игру, ты поймал Кураж, выиграл вторую, третью. То есть IG Vitality теоретически могут и победить. Но вера в это не очень высокая. Я думаю, что топ-8, максимум топ-4 это их край сегодня. Все-таки команды очень сильные, очень сильные игроки. Особенно Папарацци, которого я давно называю лучшим кэрри. А теперь он еще и лучший мидер. Это просто лучший кор мира. Но, возможно, еще чего-то не хватает. Все-таки команда относительно молодая, нужно еще поработать. Андрей. Да? IG основной состав как раз с Бернингом. И это команда, которая выиграла Дота Азия Чемпионшип, обыграв OG в финале со счетом 3-0. Наверное, лучшая команда своего региона. Любимчики публики, любимчики толпы. Мы это все прекрасно слышали, находясь в арене как раз на Дота Азия Чемпионшип. Андрей, это команда? Да, это определенная команда. Бернинг доказал там на даке то, что есть еще порох, собственно говоря. Поэтому я от них ожидаю хорошего очень выступления. Я думаю, это команда претендент на победу. Минимум... Топ-4? Ну нет, топ-4 все-таки я бы никого не стал ставить, кроме Virtus.pro, разумеется, на такие высокие... Спойлер! Такие высокие позиции. Тут скорее топ-8, топ-6 минимум. Но дальше будет борьба. Борьба точно от этой команды будет. От топ-8 до топ-4 один раунд. До топ-1. От этой до топ-1 будет борьба, понимаешь? Понял, понял. Те же IG Vitality, я не считаю, что они будут показывать какую-то игру. IG, основные любимчики организации, они будут показывать борьбу. И я считаю, имеют шансы на победу. Достаточно хорошие. Максимально подробно, Андрей. Я так чувствую, что именно две минуты ушли именно под твой спич. Поэтому следующая команда, предпоследний участник этого турнира – это Faceless. Ребята, которые вышли из восточно-азиатского региона, первое место заняли и, в принципе, показывают не такую уж и плохую игру и даже местами выстреливают. Виталий. У Faceless есть одна проблема. На этом турнире нет Best of 1 матчей, в принципе. И, короче, они чемпионы мира по Best of 1. Придется играть в Best of 3, они будут выигрывать первую карту, проигрывать вторую и третью каждый раз. И это будет беда. В общем, я не верю. В Faceless у команды есть какой-то стержень, у команды есть какая-то мысль, какая-то игра. Но что-то мне кажется, что на топ-уровне, если они попадут, не знаю, на условных тех же IG Vitality в плей-оффе, на вылет, мне кажется, IG Vitality должны быть сильнее. Ну, то есть, несложно найти команду, которая, ну, не знаю, команду, которая бы проиграла у Faceless в четвертьфинале. То есть, я думаю, что четвертьфинал – это для них супер-супер крыша. Ярослав. Невозможно не согласиться. Я не верю в Faceless, потому что это еще одна команда без капитана, без нормальной планы на игру, без нормального вообще стержня и без нормальных макро-решений. Они могут залить просто любую игру, пойдя непонятно зачем, куда-то в пятером пушить, когда этого делать не нужно, проиграть драку, проиграть игру. Это с ними происходит просто 24 на 70 в неделю, 365 дней в году. Поэтому, ну, в теории они могут выиграть любую команду. На практике просто действительно сильные коллективы из плюс-минус топ-8, они их уничтожат по макро каким-то решениям, передвижениям. И это происходит из турнира в турнир. Андрей, кайфуешь, когда смотришь за игрой в Faceless? Да, я даже более того скажу, немного не объективен в этом вопросе, потому что у меня есть определенные эмоции, чувства. Они негативные, они негативные, объясню почему. Потому что у этой команды, ну, может быть, конечно, не отсутствует, но как минимум не развита дисциплина. А это, я считаю, в Доте и в любой уважающейся команде почти что самый важный фактор. То есть, поэтому уважения как такового к такому коллективу особо нет. Потому что они играют уже достаточно продолжительное время и по-прежнему, по-прежнему они могут ливнуть в какой-то игре. Они в другой начинают делать какую-то вообще ересь, непонятные герои выступают бы. То есть, отсутствие дисциплины, я считаю, их до добра не доведет. Ну, что ж, последняя команда, но, надеюсь, не на турнирной таблице, это Virtus.pro, Ярослав. Virtus.pro, молодцы. Андрей. Да, Virtus.pro, большие, молодцы. Ребята делают все отлично и, я думаю, это претендент на топ-1. Они встретятся с Na'Vi в гранд-финале, я считаю. Нет, вообще, серьезно, команда, конечно, очень сильного уровня. И, к сожалению, на прошлом мейджоре у них немного не пошло, но все же борьба была, борьба была. Такое дело, когда встречаются две невероятно сильные команды, как, например, Virtus.pro и OG, то там происходит борьба и порой решает удача. Поэтому я бы пожелал им удачи, у них есть все шансы. Ребята, дерзай. Формат турнира не Virtus.pro, мне кажется. Ну, просто не Virtus.pro, им нужен Double Elimination. Если был бы Double Elimination, Virtus.pro шансов на топ-1 имел бы намного больше. А здесь, ну, реально, они могут в первом раунде попасть на EG. И перевета, там, чего угодно может произойти. Ну, потому что EG намного лучше играет с Virtus.pro. Вот конкретно, когда WP попадает на EG, WP становится какими-то сами не своими. Они сказали, что они хотят съегать. Ну, вот надеюсь, что сейчас они уже готовы. То есть это такой супермен, который хочет сломать криптонит своими руками. В общем, я тоже согласен с Андреем. Это претендент на топ-1. Но если не повезет с сеткой, будет беда и будет неприятно. Ну, объективно, я тоже считаю, что это, конечно, претендент на высокое место. Я это говорил в своих предсказаниях. Поставил я их среди четырех коллективов, которые, на мой взгляд, могут выиграть турниры. Это Secret, Thunderbirds, WP и OG, мне так кажется. Но, конечно, загадом тяжело. Но вообще, потому что мы видели на тех же квалификациях, Virtus.pro очень сильный. Очень. То есть они настолько играючи обыгрывали Empire и Na'Vi. То есть они уступали какие-то карты, но было видно, что если они хотят выиграть, они просто берут и выиграют. И это для них, как будто бы они просто паблик какой-то катают. А Empire и Na'Vi – это не слабые коллективы. И мы видели тех же Empire, как они на даке боролись со всеми подряд и заняли шестое место. То есть Virtus.pro могут быть крайне сильны. Но вопрос-то еще в том, крайне сильны ли они сейчас. В Virtus.pro не играли очень давно, нигде не показывались. Ну, не считай, Кубка России. Ну, там разлиночка была. Не считает, да, но не считается. Все-таки это совсем другой уровень игры. Там они играют с командами, которые совершенно не их класса. То есть, грубо говоря, нигде не играли. И сейчас, ну, хочется, чтобы они были в пике своей формы. И тогда действительно мы вполне можем увидеть финал Virtus.pro против 4G, Virtus.pro против Thunderbird, против Newby, еще против кого-то. Но это, соответственно, если у них форма действительно сейчас топовая. Но это не точно. На этом наш обзор команд участников киевского мажора подходит к концу. Надеемся, что вы посмотрели все 4 части и остались довольны. И информация, которую мы вам подали, была информативной. Действительно, спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы, я уже привык к этой фразе. Но в любом случае, спасибо, что смотрели. И увидимся совсем скоро уже в рамках прямых трансляций киевского мажора. Субтитры сделал DimaTorzok